доброе утро дорогие друзья в нашем новом цикле который называется как уйти от мигрени мы будем рассматривать я хочу рассказать полностью о всех своих все о своем опыте я более 20 лет ухожу от мигрени как я научилась не исправляться как я узнала что это за болезнь но самое главное я хочу вам прочитать книгу называется лекарства из божьей аптеки исцеление из медикаментов авторы этой книги есть является ян шульц и эдита убер губер значит в этой здесь мы рассмотрим что такое здоровье человека в исторической ретроспективе забота о здоровье в вавилонии от средневековья до наших дней для того чтобы понять что такие что такое болезни и как с ними бороться надо вначале заглянуть в историю современность и ничего нового под солнцем далее мы будем смотреть рассматривать как сохранить здоровье каждый может стать врачом для самого себя вот здоровье это божье благословение однако во многом оно зависит от нас самих но как его сохранить издавна люди задавали этот вопрос сколько написано диссертаций прочитано рефератов организовано конференции и съездов на эту тему не счесть мнение ученых о методах лечения противоречиво в целом можно сказать существует два направления медицина классическая которая применяет химиотерапевтические средства и медицина естественная которая как свидетельство и само название черпает свои лекарства из безграничной и разнообразной аптеки матери природы опираясь при этом на древнейшие библейские принципы нет ничего нового под солнцем читаем библии и книга права пренебрегая законами природы возвращаемся к ним снова и снова когда видим что игнорируя их вредим сами себе тем более мы должны ценить усилия людей которые своим подвижническим подвидничеством хотели указать путь такого возврата путь сохранения здоровья на этот путь здоровья указывали как светские так и духовные лица прошлом столетии совершенствовались методы лечения фельке генемана присниться к нейпа это личности известные каждому европейцу в америке тоже были сторонники естественной медицины например врачи джексон и келлог это была не только профилактическая медицина которой нам так не хватает сегодня в основе этой медицины лежали принципы умеренности телесного и духов духовного развития необходимо вспомнить и элент уай пророчицу церкви христиан адвентистов седьмого дня божья вестница на протяжении 70 лет своей жизни помогала людям которых любила предостерегала их от опасностей последние годы на западе и все более популярным становится лечение травами сочетающие с диетикой история медицины свидетельствует что в результате накопления информации о народных способах лечения в древнейших времен и до наших дней постепенно сформировалась современная научная медицина исследуя этапы ее развития можно выделить начиная с древности интуитивную магическую жреческую народную практическую и научную медицину